Доброе утро! Ну а мы в масочках, чтобы напомнить вам о том, что все-таки карантин еще не заканчивается, и нужно следовать и придерживаться карантинным миром, но все же мы ведущие, нас здесь двое, поэтому мы для удобства нашего и вашего пока это все снимем. Так, ну что ж, дорогие друзья, доброе утро! Кто начинает свой день вместе с программы Танго Студия? Сегодня 19 мая, вторник. Ну и мы, как всегда, приготовили самые актуальные темы для обсуждения. Интересные новости и заряд отличного настроения. Да, в такую погоду, как сейчас в Алматы, хороших эмоций нужно много. Сегодня мусульмане Казахстана встречают священную ночь Хадыртене. Духовное управление мусульман Казахстана призывает встретить ее дома, а не собираться, как это обычно бывает в мечети. А молитвы и проповеди можно будет послушать в режиме онлайн. И еще одна новость касается владельцев автомобилей. Сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза продлены до 30 сентября. Еще одно известие, к сожалению, нерадостное. Застало нас вчера утром. 18 мая стало известно о кончине известного казахстанского журналиста, деятеля культуры и лауреата премии президента Республики Казахстан Бесена Куранбека. Бесен Куранбек запомнился зрителям как ведущий актуальных социальных ток-шоу на национальном телевидении. Мы приносим свои искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и зрителям-журналистам. Всем привет! С вами Александра Шульц, женский нумеролог, и это день рутины и порядка. Составьте четкий план действий на сегодня и следуйте ему. Энергия дня приветствует предсказуемость, последовательность и порядок. Порядок стоит наводить как в работе, домашних делах, так и в отдыхе и общении. Также могут всплыть старые дела, которые вы давно откладывали и не хотели делать. Сегодня очень важно наконец-то завершить их. День очень не любит лень и излишнюю эмоциональность. Хорошо потрудившись сегодня, вы избавляете себя от рутины в будущем. Цвета успеха на сегодня это все оттенки синего, серого, светло-коричневого, зеленого и бирюзового. Люди, рожденные 13 мая, очень щедры, ответственны, склонны помогать и отдавать последнее, что у них есть. Они очень щепетильно относятся к долгам и оплатам, стараются оплатить их заранее, чтобы не беспокоиться. Они очень идейны и производительны. Это волевые люди, способные просчитывать несколько шагов вперед. Они очень надежные и верные партнеры, щедрые и ответственные, но в душе очень ранимые. Они способны тонко чувствовать любую несправедливость, ложь и обман. Они действительно умеют учить людей правильному отношению к деньгам, с уважением, но без жажды. В отношениях они очень добрые, верные и щедрые люди. Для них нет ограничений ни в дружбе, ни в работе, ни в семье. Для всех они относятся с одинаковым искренним чувством. Ну а сейчас обсудим тему, которая интересует многих казахстанцев. Это жилищная программа 5-10-20, о которой вы уже наверняка слышали. Напомню, это максимально доступный проект по обеспечению граждан кредитным жильем. Кредит со ставкой 5%, с первоначальным взносом в 10% сроком до 20 лет. Кстати, в этом году запланированы рекордные объемы жилищного строительства. 15 миллионов квадратных метров. Это около 150 тысяч квартир и домов. Давайте узнаем больше об этой антикризисной жилищной программе. Ну а после продолжим беседу с экспертом в нашей студии. 11 мая президент Казахстана Касымжумар Тукаев поручил запустить новый проект по обеспечению казахстанцев кредитным жильем 5-10-20. Также он поручил правительству до конца года создать на основе жестрой Сбербанка полноценный институт развития и поддержки от ПАСЭБанк, который будет централизировано осуществлять учет, постановку и распределение жилья для семей. Но участвовать в новой жилищной госпрограмме смогут не все, а те, кто уже стоял в очереди на квартиру. Согласно отчету ЖУС Росбербанка, таких семей в Казахстане набирается 540 тысяч. В этом списке малоимущие, многодетные, неполные семьи, люди с ограниченными возможностями и семьи с низким доходом. Также заявитель не должен официально владеть недвижимостью в течение последних пяти лет. Основное отличие программы 5-10-20 и 7-20-25 находится в размерах первоначального взноса. Для того, чтобы участвовать в 7-20-25, необходимо иметь 20% от суммы кредита. Так как там максимальный размер 25 миллионов тенге, то необходимо иметь порядка 5 миллионов тенге. В нашей программе дополнительно максимальный размер будет утверждаться. Сейчас по предварительным расчетам он примерно составляет по городам Нур-Султан и Алматы 18 миллионов тенге. В городах Актубе, Атрау, Актау и Туркестан сумма составит около 15 миллионов тенге, а в остальных регионах 12 миллионов. Глава финн-института надеется, что в мае или начале июня правительство утвердит критерии и условия проекта, что позволит запустить проект для населения. Второе отличие – это ставка. Если по 7-20-25 весь период кредита 25 лет обслуживается кредит под 7% годовых, то в нашем случае это предварительный займ, в рамках которого 10% положив на депозит собственный, клиент обслуживает порядка 8 лет этот займ под 5%, то через 8 лет, когда клиент накопит эти 50%, но живя в собственной квартире, которая оформлена на него полностью с правоустанавливающими документами, мы ставку снижаем до 3,8% годовых. В этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 миллионов квадратных метров или 150 тысяч квартир и домов. Квартиру по программе 5-10-20 можно будет приобрести в новых жилых объектах, как построенных в рамках программы Нур-Ложьер, так и у частных состройщиков. Ахиматами областей и городов Нур-Султан, Шимкент и Алматы сейчас производится строительство жилья по фиксированным ценам. Эта стоимость жилья за квадратный метр не будет превышать 240-220 тысяч. При установлении ценовых параметров в каждом городе и регионе были учтены доходы местного населения и каждой семьи, а также средняя заработная плата. Между тем, первоначальный взнос для участия в жилищной госпрограмме 5-10-20 возможно будет взять из пенсионных накоплений. Но этот вопрос сейчас решается с Министерством соцзащиты и ЕНПФ. Этим летом в Анверпене. Ему нравились дождливые дни. Никого на улицах. Как будто он один во всем мире. Как долго ты здесь? Пять лет. О, ты старожилка. Пока он не встретил ее в ее дневнике. Мы не идеальная пара, но между нами точно есть притяжение. Так, 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 не пудри мне мозги. Большинство людей используют первые 25 лет своей жизни, чтобы учиться. Остальные 40 лет, чтобы работать. Оставшиеся 15 лет, чтобы отдыхать. Я приехал спасти тебя и уберечь от беды. Дантистов еще этому учат? Дантистов нет. Меня научил ветеринар. Нашел повод полапать меня. Как бы там ни было, большинство из нас никогда не сталкивается с чувством, похожим на любовь. Любовь всегда права. На телеканале Алматы. Он готов на все, чтобы найти свою маму. Свет, где мама? Я не знаю! Нужно проверить по всем больницам за последние 15 лет. Лежный, Анна Петровна, 47-го года рождения. Че, в России? Мама. Мама, я святой. 15 лет тебя не было в России. Вдруг вернулся. А вот, то есть, обычно у меня нет брата. Ну, почему? Ну, если не поможешь, я тебя ископаю. Тебе не страшно? Мне нет. А вам? Анна Чиповская. Владимир Яглович. Неслучайная встреча на телеканале Алматы. Сегодня в нашей студии советник президента Объединенной Ассоциации риэлторов Нина Лукьяненко. Доброе утро, Нина. Доброе утро. Доброе утро, Нина. И, наверное, сейчас мы вас попросим. Спасибо, да, что вы все-таки в масочке пришли. Соблюдаете все правила. Стараемся. И, наверное, антисептиком все-таки. Давайте, да. Это чтобы вас обезопасить. Не нравится никто, не сопротивляется, с удовольствием протягивает ручку. А ты тоже, я бы хотела? Нет. Нина, вот подскажите, какая часть населения сейчас Казахстана пользуется госпрограммами по обеспечению жильем? Ну, вы знаете, наверное, надо отметить, что большая часть хотела бы воспользоваться, но, к сожалению, эти программы носят достаточно ограниченный характер, поэтому достаточно малое количество в целом может воспользоваться. Я думаю, что в большей степени сейчас зрители интересует новая программа от государства, которая называется 5-10-20. Мы ее упоминали, да, Анастасия. Да, и я хочу сказать, что на ее финансирование выделено со стороны государства 390 миллиардов тенге. Если принять во внимание стоимость квартир, сколько в среднем, то есть поскольку она будет работать по Казахстану, то есть если мы с вами посчитаем, например, ну, даже стоимость одной квартиры, грубо, 10 миллионов, да, в зависимости от региона, то это всего лишь 39 тысяч очередников смогут воспользоваться, при том, что в очереди в Акиматах на сегодняшний день числится 540 тысяч населения, поэтому это очень-очень маленький охват, и, конечно, хотелось бы, чтобы таких программ было все больше и больше. Ну, я думаю, будет. А вот много ли тех, кто без каких-либо льгот самостоятельно покупает жилье? Да, конечно. То есть, ну, надо отметить, что если говорить в целом о количестве сделок за последний месяц, за апрель, на период пандемии, самоизоляции и так далее, то есть общее количество сделок в Казахстане упало на 75%. Ну, это очевидно, невозможно было перемещаться, не работали цены, не работали нотариусы, то есть это все понятно. То есть если говорить о каких-то цифрах, то в среднем в месяц совершается по Казахстану 21-22 тысячи сделок, а за апрель месяц зарегистрированных сделок составило только 5 тысяч с небольшим. То есть до 6 тысяч по стране это, конечно, очень-очень маленькое количество. Но я думаю, что жизнь восстанавливает свои обороты, поэтому весь этот спрос, он отложился в виде отложенного спроса, и в ближайшие месяцы, конечно, постарают реализоваться. То есть если говорить о программах вообще покупок, как покупают и приобретают недвижимость, то покупатели делятся на несколько категорий. Те, которые уже владеют какой-то недвижимостью, то есть они ее продают, добавляют деньги или наоборот в меньшую площадь уходят, оставшаяся часть приобретает и копит. Благодаря, наверное, программе, накопительной программе «Жилстрой Сбербанка» совершается в Казахстане, ну, наверное, 60-70% сделок. То есть это программа, благодаря которой около трех лет сначала копит потенциальный покупатель. Ну, там есть разные варианты, как можно, если вы накопили где-то в другом месте 50% первоначального взноса, то можно приобрести и сразу. То есть в зависимости от условий накопления будут определенные банковские проценты. Поэтому, конечно, такие механизмы необходимо развивать. Это ипотека по доступным процентным ставкам. Мне скажите, а вот насколько сейчас возможно поднятие спроса или понижение спроса недвижимости Казахстана? Вы знаете, я думаю, что последствия экономических всего этого кризиса мы еще до конца не осознали. Поэтому мое мнение такое, что покупательская способность населения, она, конечно, снизилась. То есть несколько подкосила население. То есть спрос снизится, да? Я думаю, что дело даже не в самом спросе, да? Спрос, он же бывает разный. То есть по большому счету многие хотели бы приобрести квадратные метры, особенно после вот этого режима самоизоляции хотелось бы расшириться. А, вы имеете в виду разводы. Это уже тема другой передачи разводов. Не только разводы, а как раз-таки удаленная система работы, предположу, показала, что, например, в однокомнатной квартире, когда у тебя семья, хочется иметь отдельную комнату, где у тебя был бы, наверное, кабинет для общения и так далее. Чтобы спокойно работать. Чтобы спокойно работать. Поэтому сам по себе спрос, он не снизился. Но речь идет о платежеспособном спросе. То есть насколько сейчас экономическая ситуация позволит в целом совершить то количество сделок, которые хотели бы потенциальные покупатели совершить. Вот. Если говорить о продавцах, то, конечно же, тоже вся эта ситуация с долларом резко выбила из колеи. Поэтому сейчас, в ближайший месяц-полтора, очень большой разброд и шатание мы будем находить среди продавцов. Когда аппетит не соответствует действительному положению. Но я думаю, что в течение двух месяцев все устаканится, и уже будет найдена равновесная цена, и сделки пойдут своим ходом. То есть на момент вот из-за этого, ну вот, спад доходов, пандемии, застройщики пока еще другие варианты не предлагают? Застройщики в большинстве своем цены не поменяли, и это хорошо. И поэтому за период, скажем, до момента самой пандемии, когда курс, помните, сначала скаканул курс, а потом только нас накрыло этой волной вируса, да, и очень неожиданно и все страны. Поэтому застройщики на самом деле отмечали достаточно большое количество сделок в связи с тем, что как раз-таки у них цена не поменялась. А вот что мы будем ожидать в дальнейшем от застройщиков, это уже вопрос, да, большой вопрос, потому что я считаю, что многие застройщики, у которых мало опыта, или они недостаточно компетентны, или только-только вышли на рынок, то есть я думаю, что в ближайшее время с ними придется попрощаться, и их проекты будут под большим вопросом, потому что экономика об этих вещах говорит. А новые проекты со стороны старых застройщиков, ну, естественно, у нас нет импортозамещающего производства, поэтому большинство застройщиков говорит как раз-таки о том, что около, в зависимости от проекта, от 30 до 70 процентов используется импортного сырья. Стекло, арматура, да, то есть, ну, санфаянс, да, сантехника, кафель, мы все прекрасно знаем, что это не казахстанского производства. Поэтому речь идет о том, что застройщики думают о повышении цены. Я не думаю, что получится поднять цену настолько, насколько хотелось бы, думаю, что многие проекты просто должны будут снизить маржинальность для того, чтобы сохранить вообще сделку. Так вот, смотрите, Нина, получается, какая-то здесь ножница, не то, что странное, но это несоответствие. То есть квартиры собираются в этом году сдать 150 тысяч квартир, но при этом платежеспособность населения упала, при том, что застройщики могут поднять цену. То есть люди не смогут купить квартиры? Ну, совершенно верно. Поэтому я и говорю о том, что многим придется пересчитать себестоимость проектов, пересмотреть, может быть, использованные материалы и бесспорно думать об уменьшении маржинальности своих проектов. Просто застройщикам тоже не так просто, это же тот продукт, который создается годами. И поэтому сейчас, почему хорошо прошли сделки по новостройкам? Потому что затраты были понесены по прошлому курсу. И поэтому у застройщиков те объекты, где они уже возвели и сдали в эксплуатацию, то есть не было причины поднять цены на них. Соответственно, те, кто копил свои деньги в валюте, воспользовались ситуацией, и для них в данном случае они смогли на свои деньги купить большее количество квадратных метров. Нин, скажите, а вот сейчас такой вопрос тоже актуальный такой. Ну, вот люди уже собрались, скажем так, до карантина, до пандемии, собрались покупать квартиру. Вот это все сбилось. Вот сейчас им стоит подождать немного времени, выждать немножко, или все-таки после карантина уже начать искать квартиру? Давайте, я так скажу. Вот, наверное, последние три года у нас в Казахстане нет так называемых инвестиционных сделок. То есть инвестиционная сделка – это та, которая приобретается под сдачу в аренду, для доходности и так далее. То есть в большей степени, наверное, 90% сделок – это для собственного проживания. И в данном случае я всегда говорю, что когда человек приобретает или продает квартиру, он действует не от мотивов «не хочу» или «не надо». Как раз-таки у него сложились какие-то обстоятельства, когда ему… Поэтому в зависимости от обстоятельств каждой семьи я считаю, что если есть возможность какое-то время подождать, то откладывать нет необходимости. Если же речь идет о квадратных метрах, как крыша над головой, то ждать не надо, надо приобретать. Тем более, как я уже сказала, что лучшие объекты по лучшей цене у застройщиков, они будут проданы. То есть будут проданы сразу. Поэтому если есть необходимость в покупке квартиры, всегда есть лучшее предложение на рынке. Просто нужно искать. Ну вот насчет Нины, мне кажется, я немножко с вами не согласен по поводу квартир, которые покупаются для собственного проживания. Потому что у меня знакомые живут в новых домах, и там, наверное, процентов 80 все сдают квартиры. То есть вот я их называю спекулянтами, которые скупают по 10 квартир какого-то жилстроя, а потом начинают все это сдавать. Не знаю, для меня это больше редкая история, потому что в большей степени это, наверное, Астана у нас был определенный период времени, когда до Экспо, да, то есть покупали из разных регионов и планировали именно под сдачу в аренду. На сегодняшний день, к сожалению, аренда не дает той доходности, которая была раньше. И поэтому есть гораздо более интересные проекты, куда можно вкладываться и получать большие деньги. Поэтому больше редкая история сейчас из нового числа покупателей, когда приобретается недвижимость под сдачу в аренду. А по ценам сейчас арендное жилье? Кстати, вот по поводу арендного жилья, как это для вас? Арендное жилье, то, которое от государства предоставляется молодым семьям, молодым специалистам, его тоже очень-очень ограниченное количество. То есть далеко не все могут участвовать в этих программах. То есть вот хотелось бы, чтобы такого было много и много, и каждый мог такое иметь. Но, к сожалению, этого нет. Если говорить о ценах аренды, то на фоне вот этой всей пандемии, на фоне снижения экономической ситуации каждой отдельно взятой семьи, как раз-таки цены на аренду, они несколько поднялись. То есть в большей степени по тем причинам, что если кто-то думал, что он может приобрести, сейчас доходность уменьшилась, и он остается в аренде. То есть он уже не думает о покупке недвижимости, либо думает о меньшей площади, поэтому аренда показывает небольшой рост. Ну что же, Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, что каждый, кто хочет привезти себе жилье, найдет для себя оптимальный вариант для приобретения вот этого жилья. Да, спасибо вам большое. Ну а наше телевизионное утро продолжается. На календаре 19 мая и сегодня свой день рождения отмечает казахстанская банкнотная фабрика. Интересно, что первые деньги суверенного Казахстана были отпечатаны старейшей английской компанией Харрисон и сыновья. А собственная банкнотная фабрика открылась в стране в 1995 году. Сегодня наша национальная валюта, помимо красивого дизайна, обладает множеством степеней защиты. И по этому фактору может даже поконкурировать со своими мировыми банкнотами. Кстати, есть очень интересные профессии, связанные с деньгами. Например, оценщик монет, который изучает историю и символику денег. А какие профессии будут особо востребованы в ближайшее время, наши журналисты сделали подборку вместе со специалистами по подбору кадров. Последние события заметно подстегнули процесс изменения рынка труда. Во всех странах, которые затронула пандемия коронавируса, обозначилась необходимость поддержки научных сотрудников, главным образом эпидемиологов. А в Казахстане уже отметили необходимость в будущем усиленно развивать медицинское образование. По данным сайтов по поиску работы и сотрудников, среди наиболее востребованных в медицинской сфере позиции инфекционистов, фтизиатров, хирургов-онкологов, косметологов, гинекологов и эндокринологов. Маленькая цель – это отличие всех успешных и всех богатых людей. Я вам так скажу, это не только богатых людей, просто я общаюсь в этой прослойке. Это такой же навык у всех успешных людей во всех сферах человеческой деятельности, во всех. Начинать с маленького. По исследованиям сайтов по трудоустройству, профессия преподавателя постепенно трансформируется в ментора или персонального коуча ввиду популяризации онлайн-обучения. Многие мировые школы и университеты предлагают студентам индивидуальный план обучения, разработанный совместно с академическим менеджером. С уходом мира в онлайн рынок труда также будет нуждаться в мастерах по таргетированной и контекстной рекламе, имейл-маркетологах, СММ и СЕО-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений и специалистах по развитию HR-бренда. Специалисты этих профессий без всяких потерь могут работать удаленно. Среди специалистов в сфере инженерии и архитектуры востребованы профессии, ориентированные на нанотехнологии. Например, робототехники и мехатроники. По данным отчета Давосского форума, во всем мире в 2020 году будет создано 2 миллиона рабочих мест в данных сферах. Также возрастает потребность в профессиональных менеджерах по продажам онлайн, которые могут доходчиво и кратко консультировать покупателей. Во время пандемии продажи по телефону в Китае составили около 25% всего рынка, а продажи товаров на сайте Амазон перевалили за несколько миллионов долларов в неделю. В сфере развлечений, рекламы, образования и бизнеса уже сейчас нужны кризис-менеджеры, аналитики и аудиторы с фокусом на долгосрочное развитие. Это специалисты, которые в условиях трансформации смогут спасти компании от кризиса. В списке востребованных работников во время карантина оказались водители и курьеры. Даже после снятия ограничительных мер привычка соблюдать дистанцию и избегать мест скопления людей еще долго будет влиять на потребителей. А спрос на онлайн-покупки и так увеличивается с каждым годом. Показательным примером стала украинская «Новая почта», которая вместе с торговыми сетями и интернет-магазинами уже сегодня ищет дополнительно 2000 курьеров по всей стране, чтобы обеспечить выполнение заказов, объем которых растет с каждым днем. Менеджерам по персоналу, тренерам и коучам тоже есть место в списке востребованных в будущем специалистов. Многие руководители мировых компаний заявили, что они готовы инвестировать в перепрофилирование своих сотрудников. Поэтому сотрудники в сфере человеческих ресурсов будут заниматься не столько подбором кадров, сколько их активным обучением новым профессиональным навыкам. Ее ждало счастливое будущее, но обман и предательство изменили все. Что происходит? Зачем наручники? Я никого не убивала. Ты придешь в суд и скажешь это. Я с уверенностью могу заявить, что именно Надежда Шевченко сбила Маргариту Панину. Этим летом в Анверпене. Ему нравились дождливые дни. Никого на улицах. Как будто он один во всем мире. Как долго ты здесь? Пять лет. О, ты старожилка. Пока он не встретил ее в ее дневнике. Мы не идеальная пара, но между нами точно есть притяжение. Так, 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 не пудри мне мозги. Большинство людей используют первые 25 лет своей жизни, чтобы учиться. Остальные 40 лет, чтобы работать. Оставшиеся 15 лет, чтобы отдыхать. Я приехал спасти тебя и уберечь от беды. Дантистов еще этому учат? Дантистов нет. Меня научил ветеринар. Нашел повод полапать меня. Как бы там ни было, большинство из нас никогда не сталкивается с чувством, похожим на любовь. Любовь всегда права. На телеканале Алматы. Кстати, Дарья, я сегодня вспомнил. Сегодня 19 мая. День пионерии. Я хочу поздравить всех. Ты не была пионеркой. Нет. Я был пионером. И многие-многие-многие-многие люди, которые смотрят наш телевидер, в смысле, телевидение, конечно же, были пионерами. Я вас поздравляю. Ну что, возвращаемся в реальность. Карантин внес свои коллективы в рабочий процесс. Многие сотрудники сейчас трудятся в так называемом дистанционном формате. Интересное исследование провела лондонская рекрутинговая компания. Статистика показала, что 90% офисных сотрудников мечтают об удаленной работе. 35% опрошенных считают, что их продуктивность возрастет. И еще 30% хотели бы постоянно работать в таком режиме и управлять своим временем. Однако на деле все не так радужно. Многие из нас успели столкнуться со сложностями самоорганизации во время удаленного режима работы. Но есть определенные рекомендации, которые облегчают переход в домашний офис. Во-первых, нужно обустроить рабочее место идеально, если это будет отдельная комната. Работать в пижаме – это плохая идея. Лучше переодеться, сделать легкую укладку. Это отлично настраивает на рабочую атмосферу. Важно установить четкий рабочий график. На время отключить телевизор, прописать план на весь день и следовать его пунктам. Многие эксперты предрекают, что удаленный формат работы с каждым годом будет все более популярным. А вот с привычкой отвлекаться наперекор лучше попрощаться как можно скорее. Даже если вы уже давно перешли на якобы безвредные электронные сигареты. В следующем материале наши корреспонденты выяснили, чем же могут быть опасны электронные версии сигарет. В последнее время электронные сигареты уверенно теснят обычные табачные изделия. Люди, не готовые расстаться с привычкой, но решившие снизить вред, причиняемый здоровью, переходят именно на них. Возможно, мы вас разочаруем. Электронные сигареты так же опасны, как и обычные. Человек, который использует электронные сигареты, считает, что он уменьшает время курения каждый день и в конечном итоге сможет полностью избавиться от этой вредной привычки. Однако в большинстве случаев с уменьшением дозы никотина люди, наоборот, еще чаще пользуются электронными сигаретами, чтобы ее восполнить. Мы видим только верхушку айсберга. Вот почему подростки должны понимать, насколько опасен вейпинг. 17-летний житель Детройта, любитель вейпа, потерял сознание и был госпитализирован. Врачи, которые вскрыли его легкие, были удивлены их состоянием. Дыхательный орган оказался сильно поврежден. В результате студент месяц ждал донора и перенес пересадку легких. Это серьезный повод задуматься о безопасности электронных сигарет. К сожалению, их употребление можно увидеть даже в мультфильмах. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Соединенных Штатах от электронных сигарет погиб 61 человек, а около 3000 были госпитализированы. Именно поэтому мировые эксперты предупреждают, что вейп вреден для здоровья. Давайте пороемся в электронной сигарете дальше. Основными ингредиентами жидкого раствора являются пропиленгликоль и глицерин. Вроде бы два безобидных компонента, но когда пропиленгликоль нагревается, он может превратиться в пропиленоксид, который по утверждению Международного агентства по исследованию рака является канцерогенным для человека. Электронные сигареты содержат глицерин и пропиленгликоль, которые используются в пищевой промышленности и при производстве губных помад. При нагревании пропиленгликоль становится канцерогеном, то есть повышает риск развития рака. В Китае запрещена продажа и интернет-реклама продукции крупнейшего в стране производителя электронных сигарет. А в США эта продукция регулируется специальным законом. Недавно принятый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения в Казахстане запрещает продажу табачных изделий лицам младше 21 года. Под эту норму попадают также электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны. Врачи развеяли миф о том, что коронавирус не опасен для молодых. По словам главного инфекциониста Казахстана, все зависит от иммунитета человека. Вирус непредсказуемо может вызвать серьезные последствия даже у молодых и физически крепких людей. Поэтому важно и далее продолжить соблюдать все гигиенические нормы, включая ношение масок в закрытых помещениях и обработку рук антисептиками. А вот с восстановлением рабочего режима многие столкнулись с вопросом, как сдать тест на наличие коронавируса в рамках обязательного социального медицинского страхования. Ответ на этот вопрос в следующем сюжете. Смотрим. Существует два вида тестирования на коронавирус – ПЦР и экспресс-тесты. При втором варианте диагноз «коронавирусная инфекция» не ставится. Тест лишь оценивает реакцию иммунной системы и наличие антител на вирус. А вот для более точного определения используется метод полимеразной цепной реакции. Он фиксирует присутствие самого вируса в организме. Платный тест на наличие коронавирусной инфекции можно сдать в пяти городах Казахстана – в Нур-Султане, Алматы, Кухшитау, Атырау, Караганде и Актубе. Чтобы записаться на исследование, необходимо заполнить анкету на сайте лаборатории. После этого вам позвонит оператор, назначит дату, время и место тестирования. Результаты анализа придут на почту и в личный кабинет на сайте лаборатории через сутки. Приходить на забор анализа нужно строго по записи, в маске и иметь при себе удостоверение личности или паспорт. Мазок из носоглотки берут натощак или через три часа после приема пищи. За три часа до исследования не нужно чистить зубы, полоскать рот, пить, принимать пищу и в целом что-либо жевать. Сегодня в Алматы диагностику коронавируса методом ПЦР проводят семь лабораторий. Пройти его бесплатно могут состоящие на учете пациенты с хроническими заболеваниями, среди которых больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологические пациенты, беременные женщины и люди в зоне риска. Во всех случаях, кроме последнего, необходимо иметь медицинскую страховку. Даша, вот ты, я знаю, что ты активный пользователь соцсетей. Скажи мне, пожалуйста, интересно, а что больше интересовало твою аудиторию в дни самоизоляции? Ну, то, что действительно в дни карантина активность подписчиков увеличилась в разы, это правда. Да, соцсети сегодня это не только отличная площадка для развлечений, но и возможность провести время с пользой. Во время карантина были популярны всевозможные челленджи, это я точно запомнила. Да, интересно, ну вот расскажи о самых популярных. Так, ну, например, кулинарные челленджи, когда можно приготовить что-нибудь необычное и побаловать себя лакомством. Также в топе были спортивные челленджи, ведь физическая активность сократилась в разы, и одержать тело в тонусе все-таки всем хотелось. Ну, а я вот, чтобы поднять настроение, частенько наблюдал за тематическими войнами. Кстати, я и читал книги. Да, сейчас предлагаю посмотреть нашу подборку самых смешных вайнов за время карантина. Популярность блогеров и вайнеров за время изоляции повысилась в разы. На карантине интернет-контент стал более востребованным. 12 мая. Человек первый раз вышел на улицу после карантина. Человек первый раз вышел на улицу. Блогеры стали чаще делать контент с семьей и близкими. Видеоблогер Дастан Джайнак считает, что ему изоляция даже пошла на пользу. Появилось много новых идей и вдохновения. Блогер также заметил значительный рост подписчиков за время карантина. Если говорить о моих просмотрах, то действительно можно заметить рост. Контент увеличился. Мысли на балконе, диванная критика, полуденные новости. Все эти темы я придумал на карантине. Дастан замечает, что все звезды сейчас перешли на съемку вайнов и интернет-роликов. Даже семьи медийных личностей снимаются в роликах, тем самым еще больше привлекая внимание аудитории. В целом все музыканты, шоумены, все люди, которые раньше занимались тоями, сейчас стали блогерами. Поэтому поздравляю своих коллег с новой профессией. Если заглянуть в раздел комментариев под постами блогеров, можно с уверенностью сказать, что новый формат развлекательного контента людям пришелся по душе. Блин, непонятно, можно выходить на улицу или нельзя? Кто говорит, нельзя, кто говорит, можно. Вроде люди гуляют. Народ, можно выходить уже? А? Будем, можно. Все вайны и юмористические ролики сейчас снимаются в домашних условиях. И, судя по реакции аудитории, юмористы, как и всегда, попадают своими шутками точно в цель. Ведь они говорят о том, что знакомо и обсуждается каждым из нас. Сегодня у нас в гостях режиссер Канагат Мустафин, которого мы знаем по фильмам «16 девушек», это онал только с той любой ценой, вот где ты играл, и самое красивое, да? Доброе утро. Канагат, доброе утро. Давай вот так мы с тобой, так, по сегодняшнему, актуальному, так вот этим. Канагат, чтобы было у тебя удобнее, ты можешь снять, потому что мы здесь все проверены, маску. Мы здесь все проверены. Если не боишься, если не боишься. Нет, конечно. Нет, не боишься. Но руки мы все-таки тебе предложим обработать немножко. Да, конечно. Расскажите, как? Это еще не первый ваш выход вообще в свет из дома? Нет. За карантин. Вот буквально недавно начали уже потихоньку выезжать, уже восстанавливать работу. У нас сейчас идет подготовительный период. Сейчас в августе будем снимать большой проект исторический «Хажмухан». Я его 10 лет готовил. 10 лет? Нет, ну мы все, конечно, в кучу, что ты собираешься снимать, но я не знал, что ты 10 лет к нему готовил. Да, 10 лет я уже. А 10 лет, в смысле, что ты сделал? Я не понял. Пришла тебе эта идея, потом писал сценарий или как? Или ты искал материалы, там, рылся в исторических факторах, да? Да, я вот как раз заканчивал монтаж своего фильма «Рывок». И тогда эта идея пришла. Это еще в те времена? Да, да, да. В те времена эта идея пришла. Начал, как бы, ну тогда я был еще молодой. И, как бы, может быть, как говорится, все, что делается, все к лучшему. Если бы я тогда снял, может быть, это было бы как-то не так, да, и так далее. И с тех пор я начал, как бы, собирать материалы, знакомиться с его родственниками, ездить. Ну и параллельно искать финансы. И всякие разные истории были. И, в общем, вот, благодаря фонду кино, который сейчас открылся, этот проект скоро реализуется. Я там защитился, как бы. Это питчинг, так называемый. На питчинге, на первом питчинге, да, да, я презентовал проект. И, как бы, там. Канагат, ну вот, с одной стороны, мне тоже интересно, а что тебя натолкнуло на эту идею? Я же, я вот, знаешь, дело в том, что, ну, ты не знаешь этого факта, потому что я, это было лет, лет 25 тому назад, снимался в фильме «Зная наших», Султана Ходжикова, нашего режиссера, нашего великого режиссера, казанского режиссера, которая была тема, как именно Хаджиму Кан. Мы снимали в Казани, в Уфе снимали, да. Вот в этом фильме я играл братишку его, его любви, скажем так. Я вот помню тот момент. А вот что тебя натолкнуло вдруг на эту тему? Тебя вот как-то это тронуло, вот эта тема, как бы давно натрогалась с детства? Что у тебя, для тебя кумир Хаджиму Кан? Я вот услышал, что тогда они собирались праздновать 140-летие Хаджиму Кан на его родной земле. Я подумал, как раз какие-то вот, про тот фильм, который вы говорите. «Знай наших». Да, «Знай наших» Хаджикова, он в 87-м году вышел. Я в первую очередь что сделал? Я поискал в интернете фильмы про него, про Хаджиму Кан на Ипасове. Я думал, наверняка в советское время снимали. Да-да-да. Я посмотрел этот фильм, на самом деле, ну тогда понятно, в советской идеологии, что там, как бы, казаха нельзя было особо, как бы, на главные роли поставить, да, поэтому там фильм получился больше про Поддубного. И там, как бы, ну, Хаджиму Кан, они друзья. Ну, там играл Саша Панкатов в черный играл. Ну, да-да, я смотрел фильм, да, несколько, 5-6 раз смотрел. Там фильм-то неплохой, но просто там такая тема, что, как бы, больше главные герои там Поддубные, а Мухан, как бы, его друг. И там взяли историю период жизни Хаджиму Кан, это только двухлетний, как бы, период жизни. Вот они поехали на один чемпионат мира, там выступили и оба, как бы, выиграли, да. А здесь я решил тогда, вот я точно решил, что я сниму когда-нибудь фильм про Хаджиму Кан и Пасова, про всю его жизнь, от рождения до последних дней. Ну, как бы, его становление, да, он... Очень сложная судьба у этого человека, на самом деле, да. Он родился 9 килограммов в природах, мама умерла в природах. Ну, действительно, да, трагедия, это как бы... Ну, сами можете представить, 9 килограммов, это уже полугол. Я сам родился 6 килограммов, кстати. Ну, вот. Да, я потом расскажу позже. Хаджима Кан, это такая интересная тема, вот, действительно, прям так заинтересовала. Пусть ты вот сказал такой факт, 9 килограммов, да. Но у нас вот формат, сейчас пройдет реклама, и мы продолжим наши беседы обязательно. Ее ждало счастливое будущее, но обман и предательство изменили все. Что происходит? Зачем наручники? Я никого не убивала. Ты придешь в суд и скажешь это. Я с уверенностью могу заявить, что именно Надежда Шевченко сбила Маргариту Панину. Бессмертник на телеканале Алматы. Этим летом в Анверпене. Ему нравились дождливые дни. Никого на улицах. Как будто он один во всем мире. Как долго ты здесь? Пять лет. О, ты старожилка. Пока он не встретил ее в ее дневнике. Мы не идеальная пара, но между нами точно есть притяжение. Так, 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 не пудри мне мозги. Большинство людей используют первые 25 лет своей жизни, чтобы учиться. Остальные 40 лет, чтобы работать. Оставшиеся 15 лет, чтобы отдыхать. Я приехал спасти тебя и уберечь от беды. Дантистов еще этому учат? Дантистов нет. Меня научил ветеринар. Нашел повод полапать меня. Как бы там ни было, большинство из нас никогда не сталкивается с чувством, похожим на любовь. Любовь всегда права. На телеканале Алматы. Он готов на все, чтобы найти свою маму. Свет, где мама? Я не знаю! Нужно проверить по всем больницам за последние 15 лет. Лежнева Анна Петровна, 47-го года рождения. Чего, в России? Мама. Мама я святой. 15 лет тебя не было в России. Вдруг вернулся. Работаешь обычно у меня отбратный. Почему? Ну, если не поможешь, я тебя ископаю. Тебе не страшно? Мне нет. Анна Чиповская, Владимир Яковлевич. Неслучайная встреча на телеканале Алматы. Доброе утро всем тем, кто присоединился. Мы напоминаем, что у нас в гостях канагат Мустафин, который сейчас нам как раз-таки рассказывает про свой новый проект, который готовился 10 лет. Да, и последний факт, который сейчас озвучил канагат, это о том, что Хаджамукан родился весом 9 килограммов. Вообще интересный факт, который, мне кажется, многие не знали, наверное. Ну и дальше продолжаем беседу. Хаджамукан, как-то у Хаджамукана спросили, был ли казах, который победил тебя в борьбе, как-то за застольем. Хаджамукан ответил, что да, был один парень, воришка, который живет, проживает в горах, спускается только по нужде в город, вот он как-то, говорит, меня пригласил к горам, в гости, встретил очень, как положено, Дастархан, мы с ним покушали. Потом он мне, говорит, предложил, давай, говорит, Хаджики, мы с вами бороться не будем, вы меня поборете, я знаю, вы самый лучший борец на свете, давайте лучше с вами канат Аркан потянем, кто кого перетянет, тот и выиграет. Говорит, он обвязался, такой, не высокого роста, жилистый такой, сухой парнишка, говорит. Ну, я, говорит, как бы обмотался, готовый стою, и на счет раз, два, три, говорит, парнишка, говорит, как потянул меня, говорит, я, как пушинка взлетел, говорит, ну, проиграл, говорит. И все такие, кто за застольем сидели, ну, как бы, Хаджамукан это рассказал, встал и ушел по своим делам, и кто там остался за Дастарханом, начали интересоваться, а что за парнишка такой, который, ну, у нас такого гиганта Хаджамукана победил, давайте найдем этого вора, типа, ну, как бы, ну, у нас такой силой обладает человек. Потом один из старейшинов, оказывается, за столом встает, говорит, вы что, ребята, никакого вора нет, никакого, в никаких горах, это просто, говорит, мечты Хаджамукана, что, чтобы когда-нибудь, как какие-нибудь... Кто-нибудь родится, какой-нибудь человек, который был достоин такой же, да. Родится, как когда-нибудь какой-нибудь такой казах, который, ну, сильнее него. Это, говорит, у него такие вот фантазии были. Нет, но это же ведь говорит о нем, о самом как о человеке, правильно? Да, конечно, конечно. То есть не то, что за себя, он хотел, чтобы такие сыны родились на казахской земле. Да, он об этом мечтал. Когда мы уходили на рекламу, я тоже хочу это озвучить, насколько это была такая личность. Я сейчас таких людей не знаю, и спасибо за то, что вы снимаете про такого человека, целый фильм. Я прочла, вот я ходила на кастинг, когда же прошла? И в общем, он отдал практически все свои сбережения, если не все, а вот в военное время купил самолет у меня Советской Армии. Да, это такой факт, вообще известный, да, который действительно, каким нужно обладать характером, каким нужно быть патриотом своей страны, чтобы с собой огромные деньги купить самолет и отправить на фронт. А какие планы по съемкам у вас? Ну, карантин все планы разрушил. Да, конечно. Сейчас мы уже должны были уже к съемкам приступать, буквально на днях, ну, по старым планам. Поэтому на два месяца все у нас отсрочилось. Теперь мы... У нас мы вот в декабре я съездил в Минск, там в Минской области, там в Беларуси, рядом с Беларуси есть там Смоловичи, очень хороший такой небольшой город. Там как бы объекты все утвердили. Теперь вопрос стоит, когда откроют у нас границы, потому что Беларусь я и не закрывала, как мы знаем, в принципе. Просто когда у нас... И если до конца года у нас откроют, то мы обязательно как бы приступим к съемкам. Карантин, а почему именно... Я же смотрел, следил за твоим инстаграмом, я вот оттуда узнавал, что ты в Беларуси находишься, туда уезжал. А почему именно в Беларуси? Почему именно в Беларуси? Вот именно то, что сейчас говорили про самолет, про Вторую мировую войну. Хажмухан просился на войну, но его не как бы из-за возраста не разрешили ему, да, не отправили на войну. Поэтому он решил вот собрать самолет и как бы на войну, да, в свой вклад сделать. И как раз таки вот были ученики Хажмухана, в которых он обучал борьбе, они как раз участвовали во Второй мировой. И вот как раз мы с Беларусьфильмом их локации посмотрели, и такие техники, технические вот прям, ну в смысле идеально подходят. Военное время? Военное время, да. Это полигоны, там в Беларуси вообще находятся известные полигоны, где весь Советский Союз снимал фильмы про войну там же, в Беларуси именно, да. Вот танки, что хочешь там. А, вот почему это связано. 6 тысяч там всяких оружий, тех времен, эпох. Ну это как бы военная часть, и как бы мы Первую войну тоже там будем снимать, Первую мировую там, и очень много локаций тех, той эпохи. А также, как известно, Хажмухан 66 стран объездил, в том числе и как бы и в Германии, и так далее. И там есть такие схожие объекты, костели есть там католические, очень хорошие, тоже той же эпохи. В смысле, такие-таки объекты, я где-то 5-6 локаций нашел в Минске, дореволюционные есть, и как бы сильно как бы мы привязаны. Канагата, а в каких странах еще планировалось снимать картины? Именно в Беларуси и Казахстан, да? Нет, в Беларуси и еще в Азербайджане. В Азербайджане еще съемки. В Азербайджане, в Баку будем снимать, там эти... К сожалению, да, вот к сожалению, время неумолимо, у нас есть свой формат. Но мы просто сожалеем, что мы не поговорили на все темы, которые вообще касаются Канагата Муста. Но мы все-таки чуть про фильм, когда премьера планируется. Да, вот, когда премьера планируется. Или карантин пока еще вот из-за карантина и нет. Ну, надеюсь, второй, третий и так далее этой волны не будет. Не надо. Пожалуйста. Да, поэтому, надеемся, планируем на Наурыс 21-го года. Как раз будет 150-летие Ажмухана Майдпасова. И, надеюсь, ничего из такого не повторится, то мы выйдем. Да, Канагат, мы надеемся, что ты сделаешь свою картину, замечательную картину. Мы с удовольствием ее посмотрим и обязательно пригласим тебя именно во время премьеры на нашу передачу сюда, в нашу студию. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам, что вы сегодня были вместе с нами. У нас в гостях был Канагат Мустафин и мы, Дарья Александрова и Жан Бреженбаев. Всего хорошего. Прощаемся, да, до завтра. Завтра в 8 часов наши коллеги на казахском языке и в 9 часов уже мы. До завтра, хорошего вам дня. Берегите себя. Пока.